Добрый день, ребята! У нас очередное включение Strong Bay. Посмотрите, насколько прекрасен этот пляж, посмотрите, насколько лазурная вода. Я не смог удержаться, и поэтому решил отснять небольшой эпизод, только связанный с пляжем, только связанный с песком и о том, как можно замечательно провести тут время. Посмотрите, у нас уже час дня, народа гораздо больше. Я успел поплавать возле вот этого кея. Там на самом деле живописные рыбы, разноцветные, разного вида. Там морские ежи, там кораллы. И на самом деле, посмотрите, сколько там много трубок торчит из воды. Народа там просто кишит. Вот. И да, замечательный подводный дайвинг, замечательная морская фауна. Просто, как говорится, глаз не оторвать. Я даже проплыл 2-3 раза, чтобы это все запечатлеть. И очень жалею, что у меня с собой не было фотоаппарата, который может снимать под водой. Я бы обязательно это заснял. Но, опять же, вот, говорю вам, не удержался песок, очень теплый, очень белоснежный. Посмотрите на его цвет. Посмотрите на цвет воды. Я такого в жизни никогда не видел. Это просто что-то необычное. Вода настолько лазурная. Мало того, что она лазурная, она теплая, как парное молоко. Но она еще и прозрачная. Даже вот волна, которая идет, не смотрите. Знаете, такого только бывает, я говорю, что в самых необычных фильмах, на самых необычных картинках. Вода на самом... Вот она даже как бы тут волна. Но потом она успевает поднимать, словно говоря, этот песок. И песок моментально же оседает. И дальше вода лазурная. То есть, вот даже я вам показываю, насколько она прозрачна, насколько она теплая, насколько она приятная. Реально принимаешь какие-то расслабляющие, релаксирующие вам. Смотрите, я решил вам показать цвет этой воды, эту лазурь. И на самом деле это невозможно забыть. Невозможно передать только через камеру, которую я снимаю, и невозможно описать. Настолько тут необычно, настолько тут шикарно. И, наверное, я бы с удовольствием сюда бы еще раз приехал. Как я говорил, мы сюда в бухту приехали только на один день. Специально, чтобы побывать в этой бухте Транкбэй. Посмотрите, какая вода. Посмотрите. Вот идет волна, поднимает песок. Но этот же песок моментально оседает. Я не могу понять, то ли песок такой тяжелый, что он сразу же моментально оседает. То ли волны тут не такие частые, не такие быстрые, что опять же вода становится моментально чистой. То есть, понятно, вот здесь вот даже, смотрите, вот вышла волна, и она уже чистая вода. А дальше, дальше она вообще лазурная, просто лазурная. И вообще температура солнца пригрывает. Наслаждаешься пребыванием в таких экзотических местах. Просто давайте вместе посмотрим, порелаксируем и понаслаждаемся такими вот необычными местами на нашей планете. Вот они бывают. И это Сейн Джон. Это американские и гургинские острова. Вот, и один из живописнейших островов американских гургинского архипелада. Вот она, выходит волна, поднимает песок. И смотрите, она уже успевает уходить, уже без сей. И сочной пыли. Хотя, вот сейчас все равно, смотрите, насколько была большая волна. Но опять же, там она, воздухная вода, вот так. Идет волна. Шикарно. И вот такой вот белоснежный, белоснежный пляж. Такой бело-желтенький песочек. Я бы сказал, что даже белый, такой молочный, как манка. Вот, смотрите, я не устаю наслаждаться вот этим незабываемым пейзажем, незабываемым контрастом гор и такой вот легкой бирюзовой лазурной воды. Вот так вот. Какие замечательные моменты, такие замечательные элементы местной природы. А там, я вам, как говорил, вот вдали виднеется Питербейт. То есть, вот, в принципе, можно попытаться пройти вдоль береговой линии, но там скалы, сомневаюсь. То есть, и могут быть там тоже кораллы. Поэтому, как бы, то называется Питербейт. Хотя, в принципе, это одна и та же часть. И вот, смотрите, насколько диковинная вода. Просто можно стоять часами и просто любоваться этой красотой. Только получаешь удовольствие от такого вот единения с уникальным, я бы сказал, по своей, в сути, необычными местами и необычным пляжем. И очень нежный такой песок. Очень хорошо играть детям. Волна небольшая. Она смывает. И посмотрите, как тут красиво остается после волны. Вот такие вот необычные цвета, необычные краски. На Сейн Джоне. Один из Георгинских островов. Лучше. По своим природным ландшафтам, по своим пляжам и по необычным местам. А это, как я вам и говорил в начале, лучшая бухта, лучший пляж американских Георгинских островов. И номер пять из всех пляжей, которые вы можете видеть на Карибском побережье. Транк Бэй, бухта Транк Бэй и ее пляж. Вот такой удивительный пляж, такой удивительный пейзаж.